В творог мы добавляем сливки, добавляем сахарную пудру, добавляем сливочное масло. Светлана Дедкова по профессии кондитер, но не только имбирные пряники печет великолепно. Светлый праздничный день на семейном столе обязательно будет творожная Пасха. Готовить ее быстро, ведь запекать не нужно. Чтобы всем домашним понравилось, Светлана берет натуральные ингредиенты. Чтобы блюдо получилось необычным, добавляет простой шоколад и использует свои кулинарные хитрости. В шоколад мы добавляем немножко молока. Я люблю все делать быстро, поэтому я, шоколад, можно растопить на водяной бане, но для меня это процесс долгий. Я делаю все в микроволнов. Дожидаться праздничного стола блюдо будет в холодильнике. А секретный ингредиент Светланы – щепотка соли, которая, говорит, раскроет вкус любого кондитерского изделия. А теперь мы добавим капельку воды, святой, переданную нам из святого Иерусалима. Одну капельку совсем. А это изюминка приготовления куличей Инны Вялух. Для ее семьи Пасха – великий праздник. К нему всегда особенно готовятся. Мы как бы православные, наверное, ходим в храм и Пасху ждем. Это какой-то светлый праздник для нас, нашей семьи. Мы обязательно идем на службу. Дочь у меня там поет. И мы на все праздники ходим в храм. По профессии Инна Бухгалтер готовит, любит с детства. Прихожане храма Иоанна Богослова считают ее куличи самыми вкусными. Секрета у Инны никакого нет. Просто готовить надо с любовью. Лайм сушеный. Размешаем с водой. Это у нас будет место лимона. Сделали мы уже предварительно сахарную пудру. И все это сейчас смешивать будем. Каждый год в канун Пасхи Инна относит выпечку в храм. Возможно, в этом впервые в жизни из-за пандемии придется нарушить традиции. Мария Микшута, Николай Шелко. День с толком.